Добрый день, коллеги! Мы начинаем. Меня зовут Сергей Сыцевич, я директор по развитию направления САП в компании TerraLink. Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех тех, кто успел подключиться вовремя. Спасибо вам за интерес к теме нашего вебинара. У нас три ключевых спикера и три раздела. Первый спикер Юлия Чашина, HR-директор компании TerraLink. В компании TerraLink работает более 900 человек. Юлия расскажет о том, с какими задачами и возможностями столкнулась наша компания в период пандемии. Юлия, я передаю тебе слово. Сергей, спасибо. Всем доброе утро. Я расскажу о том, почему удаленная работа – это новая философия. Немножко коснусь текущих трендов в оценке эффективности управления персоналом. Расскажу про опыт TerraLink и попытаюсь найти плюсы в текущей ситуации. Они, несомненно, есть. За последние 60 дней российские компании экспрессом проскочили станцию. Удаленная работа не поощряется. Или вы можете работать удаленно по пятницам к станции. Вы можете вернуться в офис в конце года. Или вы можете работать удаленно постоянно. Еще недавно у нас удаленная работа ассоциировалась со следующими сложностями. Это противоречивые указы правительства, документы оборотов, требования безопасности, контроль рабочего времени. Однако, когда прошла первая волна стресса, выяснилось, что поменялись не только юридические и физические аспекты труда, но и культура социальных взаимосвязей. Поэтому вопрос перехода на удаленную работу – это не где мы работаем, это как мы работаем. Это означает наличие системы целеполагания и отлаженных бизнес-процессов в компании. Кризисная ситуация всегда лакмусовая бумажка для бизнеса. Кризис, как мы знаем, обнажает проблемы, существовавшие в компании и до этого. Поэтому реалии настоящего времени требуют смены парадигмы управления компанией и персоналом в частности. Современная компания не может не задумываться над контролем показателей эффективности и вовлеченности персонала, контролем соответствия личных целей каждого отдельного сотрудника стратегическим целям компании. Наша практика подтверждает эффективность поощрения успеха, а не работу над ошибками через состояние стресса. Очень важно оперативно определять источники мотивации сотрудника, подобрать подход для каждого, который мотивирует лично его развиваться личностно и профессионально, и вовлечет его в процесс достижения общих целей и задач, и подчеркнет его значимость и уникальность. Как мы можем видеть сейчас, по разным оценкам, более 80% капитализации компаний на фондовом рынке – это интеллектуальная собственность, продукт, бренд, качество предоставляемых услуг. И в этих условиях, я думаю, вы согласитесь, что роль человеческого капитала выходит на первый план. Это означает, что при создании и постановке целей необходимо проявлять достаточную гибкость, принимать и давать большое количество обратной связи из разных источников и разными способами проявлять участие в жизни сотрудников. Мы осознали, что важный элемент продуктивности – это создание и подтяжение привычных рабочих ритуалов, вне зависимости от типа работы. Мы говорим о рабочих встречах в одно и то же время, о общим правилах, и это помогает структурировать рабочий процесс и создавать чувство общности для всей команды вне зависимости от того, где бы она находилась. Думаю, вы согласитесь, что сотрудники, которые работают в дистанционном режиме сейчас, временно или всегда, часто чувствуют себя исключенными из процесса принятия решений и считают, что они вовсе игнорируются. И при этом у них практически нет шансов получить информацию из каких-то неформальных источников, из которых обычно мы получаем ее в офисной жизни – это на обеде, в курилке, у кофемашины. И поэтому для эффективной интеграции удаленных сотрудников, создания причастности и создания именно чувства коллектива, а не конгломерат, необходимо обеспечить регулярный и прозрачный процесс информирования и вовлечения. Давайте подумаем про каналы в мессенджерах, чаты по интересам, может быть, для информального общения. Обязательно регулярные информационные письма о жизни компании, об изменениях, о целях, об успехах. Это важный элемент интеграции всех сотрудников в жизни компании, в коллектив, вне зависимости от того, где они находятся физически. Важный момент – это выявление неформальных лидеров. По статистике, только 3-4% всех сотрудников любой организации являются лидерными мнениями. Важно, что эти люди контролируют настроение практически 80% компаний. Эти несколько процентов и есть ваш неформальный лидер. И крайне важно вовремя распознать этого лидера и сделать его своим сотрудником, союзником и выстроить корректную политику для удержания, может быть, каких-то оппортунистических настроений. И при правильной мотивации в условиях удаленной работы именно неформальные лидеры оказывают значительную поддержку в управлении ключевыми бизнес-процессами. Нельзя полагаться только на официально назначенных лидеров, потому что очень часто... Они несут то эмоциональные нагрузки, того эмоционального заряда, которым обладает очевидный информальный лидер. Расскажу немножко про наш опыт, с которым мы столкнулись в текущий момент. У нас, несомненно, был уже бэкграунд работы в дистанционном режиме, потому что компания Тералинк географически распределенная. У нас есть офисы в других городах России, в других странах. И поэтому у нас уже существовала инфраструктура, поддерживающая формат дистанционной работы. Были выработаны правила и процессы, которые ее описывают. Но когда мы перевели абсолютно весь московский офис на дистанционную работу, весь офис в Казахстане, мы осознали, что на самом деле мы не были готовы стопроцентно к стопроцентной удаленной работе. С чем столкнулись? Мы осознали, что понадобились единые правила удаленного режима работы. Когда мы начинаем рабочий день? Когда мы его заканчиваем? Когда сотрудники могут уходить на обед? Потому что в реальной жизни обычно это коммуникация фейс-то-фейс, когда ты просто сказал своему руководителю, что ты пошел на обед, пожелал ему приятного аппетита. И начало рабочего дня, его окончание, в принципе, регламентируется приездом в офис и отъездом из него. Мы осознали, что понадобились более полные и подробные рекомендации по организации удаленного места для работы. Начиная от того, как можно получить корпоративный лэптоп, как можно подключиться к удаленному доступу, а что делать, если так, а что делать, если так. Мы были уверены, что это все понятно, и наши сотрудники к этому готовы. Оказалось, что нет, многие инструкции требуют на самом деле пояснений и каких-то дополнительных рекомендаций. Также для нас сложностью стало то, что во многих городах, даже России и других странах, разные требования к режиму самоизоляции, разные требования к оформлению пропусков. И, конечно, нам понадобился полный мануал для всех регионов, для всех офисов, что делать в режиме самоизоляции, что можно, что нельзя, как выписать пропуск, что делать, если тебе нужно поехать забрать документы или отвезти их, наоборот, заказчику. Конечно, это потребовало большого труда в составлении этих инструкций и регулярной коммуникации с сотрудниками, потому что они, конечно, находятся в диком стрессе, и любая информация про то, что твой пропуск аннулировался, вызывает еще большую панику. Я думаю, что все HR-ы посидели за эти два месяца. Также мы осознали, что необходимо поддерживать позитивное информационное поле в период неопределенности, потому что, конечно, сотрудники в основном получают новости о том, что режим подлен самоизоляцией или кому можно выписывать пропуск, кому нельзя. И, в общем-то, это и так нагнетает еще большую напряженность и неопределенность, поэтому мы поняли, что нужно делиться и хорошими новостями, а что сделать, расскажу чуть позже. И, в общем-то, осознали, что действительно те цели, которые были поставлены и существовали до марта месяца, они абсолютно не актуальны в текущих условиях, и необходимо их пересматривать, и пересматривать довольно оперативно. Что сделали? В первую очередь пересмотрели роль сотрудников. Я думаю, что и многие из вас с этим столкнулись, что переход не только на дистанционную работу, потому что многие функции сложно выполнять дистанционно, я думаю, вы с этим согласитесь. И новые бизнес-реалии нам диктуют пересмотр этих ролей. Например, в компании Terralink резко сократился найм. И в текущих реалиях мы быстро, например, переориентировали команду рекрутеров на работу с внутренними коммуникациями, потому что рекрутеры знают практически всех, потому что они нанимают людей в компанию. И, соответственно, с помощью учарской команды удалось и вывести нашу внутреннюю коммуникацию на новый уровень. Пересмотрели внутренние процессы с тем, чтобы фокусироваться все-таки на том, что важно именно в текущий момент времени. Переориентировались на краткосрочные планированные цели. Если до этого были какие-то квартальные чекапы, потому что сделано, что не сделано, что делаем дальше. Сейчас многие бизнесы перешли именно на краткосрочное планирование, потому что это важно оперативное реагирование. И, как мы видим, у нас ситуация меняется практически каждую неделю. Разработали единую базу знаний с инструкциями по работе в режиме удаленной работы. И понимаем, что это будет важным поспорьем и в дальнейшей работе, когда режим самоизоляции прекратится. Осуществляли регулярную позитивную коммуникацию. Сделали так называемый вестник удаленки, в котором рассказывали, что на самом деле компания живет. Компания продолжает делать те проекты, которые стартовали до... Более того, выигрывает новые тендеры, делает успехи в текущих проектах. И в этом еженедельном вестнике, в этом боевом листке, мы также персонально благодарили участников проектной команды, рассказывали об их успехах. И, в общем-то, считаем, что это очень классный инструмент вовлечения и интеграции всех сотрудников в общую рабочую среду. Ну и, конечно, важным моментом было сохранение ритуалов, принятых в обычных условиях работы. Это как раз то, о чем я говорила, когда описывала сложности, потому что казалось, что не все сотрудники могут самоорганизоваться. Им действительно это сложно. Плюс многие самоизолировались вместе с членами семьи, и поэтому это тоже внесло свои поправки. Поэтому как раз мы настаивали на том, чтобы сохранять регулярный статус митинги в те же даты, в то же время. И, в общем-то, сейчас, по прошествии двух месяцев, мы понимаем, что это помогло нам поддерживать продуктивность и эффективный формат работы. Собственно, мы также, как и вы, пытаемся найти и плюсы в текущей ситуации, потому что они несомненно есть. Для себя мы осознали, что мы можем обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, поняли, через что мы это можем делать, удалили несущественное, обозначили важное, и как раз через это повысился фокус на результат. Что, в общем-то, мы готовы подчеркивать именно важные вещи и регулярно мониторить приоритеты. Это возможность привлекать таланты вне зависимости от географии. Вот сейчас даже все консервативные области вынужденно перешли в режим удаленной работы и осознали, что это на самом деле возможно. И это из опции Nice to Have, что называется, превратилось в реальность. И если смотреть на будущее, то это значительно расширяет, на самом деле, горизонты для привлечения талантов в вашу компанию. Гибкий график, гибридная или полностью удаленная работа – это реальное конкурентное преимущество работодателя на рынке труда в войне за таланты. Поэтому сейчас также многие компании поняли, что на самом деле это возможно. Это возможно привлекать в свое ценностное предложение для соискателя. Ну и очевидная вещь – это экономия на офисных помещениях и затратах на обеспечение офиса. Потому что, обсуждая всю эту ситуацию с коллегами из других компаний, мы понимаем, что на самом деле чары и владельцы бизнесов говорят о том, что после завершения пандемии, снятия режима самоизоляции в России планируют оставить на дистанционной работе от 20 до 30% персонала. Поэтому, конечно, это значительно сэкономит нам стоимость рабочих мест. Поэтому плюсы в текущей ситуации, несомненно, есть. И роли чар сейчас выходят на первый план, потому что кризисное реагирование стало основным приоритетом. Я думаю, вы согласитесь. Даже здесь речь идет в меньшей степени об оценках юридических и экономических рисков. Кому можно работать, кому нельзя, как это делать, каким документооборотом это сопровождать. Помимо этого, HR здесь может помочь в экстренном анализе бизнес-процесса. Это переориентация сотрудников на новые роли с тем, чтобы сохранить максимальное количество рабочих мест у себя в компании. Чтобы, несмотря на высокую долю неопределенности, сотрудники могли получить новые компетенции, новые возможности и сохранили вовлеченность и позитивный настрой к работе. Ну и, безусловно, это помощь в адаптации системы целеполагания и оценке персонала, оценке эффективности, вовлеченности под новые условия. Потому что условия, безусловно, поменялись, и высокая неопределенность, она сохранится, я думаю, что еще на длительный период. Поэтому важно бизнесу сейчас предоставить удобный инструмент, с помощью которого эти вещи можно будет отслеживать.